На что планируют потратить больше 200 миллионов рублей из городского бюджета? Сколько камер установят в образовательных учреждениях города? И кого поздравляли на днях? Расскажем буквально через несколько секунд. В эфире Вестник городской думы. Я его ведущая Анжелика Павлова. Здравствуйте. И к первой теме. На капитальный ремонт теплосетей на участке переулка Орелочного от улицы Комсомольской до Мухина в этом году потратят 13,5 миллионов рублей. Это деньги городского бюджета. Всего же депутаты нашли применение более чем 200 миллионов. Это дополнительные доходы, поступившие в бюджет от налогов и сборов. Еще 10 миллионов рублей депутаты решили направить на капремонт инженерных сетей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». 6 миллионов на ремонт дворов. На миллион меньше выделят на создание модельных муниципальных библиотек. Окончательное решение по перераспределению средств городского бюджета депутаты примут на очередном заседании Думы 27 февраля. На обеспечение безопасности городских школьников депутаты решили выделить еще 57,5 миллионов рублей. При формировании бюджета на 2020 год они предусмотрели на эту статью 40,5 миллионов. Специалисты Управления образования уже составили план их освоения. Им с народными избранниками поделилась руководитель ведомства Элина Поцелуева. Ручные металлоискатели, которые сейчас пока мы в пунктах проведения экзаменов на ЕГЭ используются у нас, их выделяют ИРО, чтобы дети не проносили телефоны. Но сейчас вот такие металлоискатели мы планируем приобрести во все учреждения. То есть тоже как дополнительное средство, которое может быть, если человек вызывает какие-то подозрения и сработал высокий уровень опасности, то останавливают. На бюджетные деньги намерены закупить ручные металлоискатели, металлодетекторы, модернизировать систему видеонаблюдения и установить камеры там, где их до сих пор не было. В общей сложности к системе «Безопасный город» планируют подключить 2139 устройств. Охват должен быть тотальным. Сегодня в Благовещенске действует 20 школ, 17 детских садов и 5 учреждений доп. образования. Они занимают 99 зданий. Как в Благовещенске развивается туризм, привлекаются инвестиции, не только рассказали депутатам на заседании профильного комитета, а еще о проекте трансграничной агломерации Благовещенск-Хэйхэ. Этот проект власти города разработали в прошлом году. Его презентовали на Амур-экспофоруме в мае, а в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Кроме того, депутатам рассказали о привлечении бюджетных инвестиций. Так, в прошлом году из федерального и областного бюджетов удалось привлечь больше 3 миллиардов рублей. И к другим темам. Собирали, разбирали автоматы, преодолевали полосу препятствий, метали гранаты и даже стреляли. Правда, не по-настоящему ученики 6-го лицея. Они стали участниками военно-патриотической игры «Защитники Отечества-2020». Соревнования прошли при поддержке городского управления образования, главного управления МЧС России по Амурской области и ДВОКУ. В соревнованиях приняли участие 16 команд. Это ученики с 9-го по 11-й класс из разных школ города. Причем соревновались не только в физических навыках, но и посостязались в исторической викторине, посвященной Великой Отечественной войне. А в концертном зале ОКЦ прошел большой концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Виновников торжества с праздником поздравили первые лица области и города. «Армия моя, ты на страже всегда, ты моя любовь и судьба обыкновенная, судьба не легкая, военная, любовь суровая, но верная, готовы мы на равный труд, мы все». Завершит выпуск график приема народных избранников на округах. Обратиться к депутатам с насущными вопросами и проблемами можно в определенные дни часы. 11 готов выслушать вопросы горожан во второй вторник месяца по адресу улица Калинина, 82, дробь 2. Чтобы попасть на прием к депутату, нужно предварительно позвонить по номеру, указанному на экране. Чехтисов Арсен Алибекович, депутат по 18 округу, готов общаться в последнюю субботу месяца с 10 до 12 часов в спортивном клубе «Троя» по адресу улица Василенко, 3, дробь 4. Шерстнев Дмитрий Алексеевич, депутат по округу номер 22, ведет прием каждый четверг месяца с 17.10 до 18.10 по адресу улица Горького, 300, офис 27. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. В этой студии увидимся ровно через неделю. До скорой встречи.